Вот вы их как воспринимаете? И что это вообще за штука такая? Это новый финансовый продукт, это новая, можно сказать, такая новая сущность. Конечно, с фундаментальной точки зрения нового ничего нет. С фундаментальной точки зрения это тот же инвестиционный продукт, но с технологической точки зрения это все-таки что-то новое. Мы относимся к развитию рынка цифра очень положительно. Мы в целом видим, что такой рынок цифровых активов имеет огромные перспективы. Прежде всего мы видим, мы смотрим как пример на рынок децентрализованных финансов, на рынок цифровых валют и видим, как активно эта часть экономики развивается. Мы видим, как бесшовно выстраиваются клиентские пути и понимаем, что несомненно часть экономики, часть финансового рынка будет передвигаться и двигаться именно по этому пути. То есть у нас будет, можно сказать, такое разветвление финансовой инфраструктуры, часть будет работать в традиционном секторе, часть будет работать в децентрализованном секторе. Поэтому цифра и регулирование цифра как раз создавалось под то, чтобы под контролем государства, под надзором Банка России создавались цифровые финансовые активы, выпускались они на платформах, которые под надзорны Банку России, и использовать опыт, который есть в децентрализованных финансах, чтобы создавать полезные для людей инвестиционные инструменты, которые в том числе будут являться способом финансировать инвестиции в экономике. Ну и говоря о различных цифровых инструментах, нельзя обойти вниманием криптовалюты. Они у нас находятся, ну, вроде как не запрещены, но несколько в серой зоне. По разным данным, до 10% россиян где-то примерно столько владеют криптовалютами. Как вы считаете, нужно ли легализовывать это все?